В принципе, если взять интересы следствия, интересы прокуратуры и в целом даже расследования оперативно-развестной деятельности, когда два субъекта друг на друга начинают вываливать все, что о них знают, это хорошая схема для нашей работы, потому что у них есть очень мощные информационные свои источники, свои службы безопасности, которые работают по подбору этой информации, и иногда они находят то, о чем мы даже и не знали, это объективно, так сказать. По закону мы должны проверять, по закону о прокуратуре и Уголовно-процессуальному кодексу, мы должны были проверять все сведения, содержащие информацию о признаках совершенного или готовящегося преступления. Поэтому, значит, как только появлялось в СМИ сообщение о преступлении, о возможном преступлении, я, поскольку сам очень тщательно отслеживал прессу, я давал поручение провести проверку, либо это доследственную проверку в рамках УПК, либо провести проверку в порядке общего надзора, с тем, чтобы принять за тем уже процессуальные решения. И мы в ряде случаев возбуждали уголовные дела по тем материалам, которые появлялись в СМИ. Ну, допустим, яркий пример публикации в общей газете и в московском комсомольце, которые были посвящены господину Березовскому. Она называлась «Почему слоны не летают?». И речь шла о, значит, деятельности Андавы, Форуса по, значит, использованию денег аэрофлота, которые концентрировались на счетах, значит, этих фирм и выводились из России. И это нормальная, оказалось, информация, и оно переросло в уголовное дело. Но, должен прямо сказать, что многие информационные материалы в ходе следствия не подтверждались. То есть, они были надуманными, то есть, они были необоснованными. И в этом случае мы прекращали дела, это вполне очевидно. Вот эта ангажированность прессы, связанная с участием ее в информационных войнах, подрывала сам авторитет самой прессы. Почему это получалось? Допустим, тот же московский комсомолец публикует очередную информацию о какой-то противоправной деятельности. Я даю проверку, вернее, поручение провести проверку. Месяц работает, там, два-три прокурора, следователя докладывают мне, что информация не подтвердилась. Все это блеф оказался и так далее. Ну, ладно, не подтвердилось, хорошо. Через пять дней публикуется новая статья. Я вновь даю поручение, вновь оказывается, что пресса соврала. Значит, когда третий раз они уже опубликуют, ну, я уже начинаю сомневаться. Стоит ли мне людей загружать вот этого рода деятельностью, если я сомневаюсь в том, что опять они, извините, не соврали.